Издательство 1С Паблишинг представляет Иван Щукин. Грани чести Пролог Путь от города до поселка Демина был настолько знакомым, что Маркус совсем не смотрел под ноги, полностью поглощенные своими мыслями. Впрочем, дорога была не только знакомой, но еще и хорошей, поэтому даже сгущающиеся сумерки не заставили молодого человека идти медленнее. Хотя если бы сегодня дорога вдруг совсем исчезла, превратившись в изрытую ямами тропу, он вряд ли это заметил и так и продолжил бы брести, раздумывая, что же теперь делать. Жизнь Маркуса, приемыша из боярского рода Деминах, и до сего дня нельзя было назвать счастливой. Вечное одиночество, изредка сменявшиеся насмешками, а то и побоями. Чужая страна, жителей которой он так и не смог понять, и слишком слабая искра Дара, которая в 16 лет, так и не переросла в полноценный источник. Казалось бы, не беда, главное, что искра вообще есть, а значит, надо лишь тренироваться, развивать тело и дух и ждать активации. Власть над любой из стихий в данном случае будет недоступна, но личное усиление как бойца со временем нивелирует этот недостаток. Вот только и бойцом Маркус был чуть хуже, чем никаким, что сегодня и доказал, не сдав на первый начальный ранг по рукопашному бою. Для боярича, которым он номинально числился, это было страшным позором. Сам парень, правда, так не считал, но его мнение никого не интересовало. И это значит, что насмешки теперь перерастут в ненависть, а побои в самое настоящее избиение. Будь Маркус немного смелее и решительнее, он бы, возможно, решился на побег. Но неизвестность пугала еще больше, поэтому стоило найти какой-то другой выход из положения. Но сколько бы парень не размышлял над этим, придумать так ничего и не удавалось. «Ты смотри, идет, как ни в чем не бывало!» Неожиданно раздавшаяся фраза заставила Маркуса вырваться из плена мрачных мыслей и остановиться. Впереди, метрах в десяти, из придорожных кустов выбрались два человека и медленно направились в его сторону. Бесформенная темная одежда отлично скрадывала фигуры незнакомцев, а черные шапочки с прорезями для глаз делали их абсолютно обезличенными. У обоих не было никакого оружия ни в руках, ни на поясе. Но этот факт не делал их менее опасными. Маркус инстинктивно попятился, а затем развернулся и решил плюнуть на боярскую честь и попросту сбежать. Но путь назад уже тоже был перекрыт точно такой же безликой двоицей. Парень судорожно сглотнул, еще раз обернулся, убедившись, что первые два незнакомца все так же неспешно приближаются, и метнулся в сторону. Ломиться сквозь кусты Маркус не стал, решив их перепрыгнуть и тем самым выгадать немного времени. И у него могло получиться, если бы не маленькая молния, выпущенная одним из безликих. Она догнала беглеца в верхней точке прыжка и моментально сковала судорогой все мышцы. Пролетев по инерции небольшое расстояние, боярич мешком рухнул на землю и тихонько заскулил от безысходности. Преодолевая боль, парень сумел перевернуться на живот и пополз, все еще надеясь спрятаться и переждать. Но сильный удар по ребрам доказал, что этому не бывать, а за первым ударом последовал еще один в спину, затем снова в бок, а потом удары стали непрерывными, осыпая все тело. Маркус попытался сжаться в комок и прикрыть руками хотя бы голову, но не успел. Чей-то ботинок врезался в висок и лишил молодого человека сознания. Но четверо незнакомцев этого словно и не заметили, продолжая избивать бесчувственное тело. И лишь спустя минуту, когда боярич перестал подавать признаки жизни, удары стихли. «Хватит, я думаю», — тихо произнесла одна из фигур. «Нет, так легко он не отделается!» Яростным шепотом отозвался другой. Он чуть приподнял свою шапочку, открывая рот, сплюнул на землю и, заведя руку за спину, извлек нож. «Ты чего задумал?» — чуть повысив голос, спросил первый. «Только то, что этот ублюдок заслужил», — ответил второй. Левой рукой он резко дернул рубаху, обнажая жертве живот, и неожиданно для всех полоснул ножом. От новой боли Маркус застонал, открыл глаза и с ужасом уставился на мучителя. «Что, сученыш, страшно?» — довольно оскалился тот и вновь взмахнул ножом, нарисовав еще одну кровавую полосу. Более глубокую, чем первую. «Да ты чего делаешь?» — уже в полный голос воскликнул первый. «Ты же его убьешься!» «Заткнись!» — заорал на него второй, не дав договорить. Снова сплюнул и, схватив Марку с левой рукой за горло, наклонился. «Это тебе за то, что позоришь наш рот, тварь!» А затем, неожиданно для всех, вонзил нож в живот боярича. Потом медленно вытащил, глядя при этом в безумные от боли и ужаса глаза жертвы, и воткнул вновь чуть левее. И, не извлекая из тела, повел вниз. Такого зрелища не выдержали даже его собственные товарищи и непроизвольно отшатнулись от мучителя и его жертвы. Маркус, словно только осознав, что можно сопротивляться, попытался обеими руками схватиться за рукоять ножа. Но мучитель небрежным ударом отбил их в сторону и лишь усилил нажим на нож. Боярич предпринял еще три безуспешные попытки спастись, а потом его тело выгнулось дугой и забилось в судорогах, а из глаз постепенно стала уходить жизнь. Человек с ножом дождался, когда стихнет последняя судорога, и только потом отпустил горло парня. Он наклонился еще ниже, зачем-то вглядываясь в глаза жертве, и медленно потянул на себя нож. В этот момент Маркуса снова выгнуло дугой, а в глаза вернулась вроде бы уже покинувшая его жизнь. Только если раньше в них были боли и отчаяния, то теперь там появилось непонимание. «Какого черта?» – прохрепел Боярич и с изумлением уставился на торчавший из его тела нож, который, замерзший от изумления мучитель, так и не успел вытащить. А в следующее мгновение Маркус неожиданно ударил Мете ребром ладони в шею, и, что удивительно, попал. Человек с ножом дернулся и осел, потеряв сознание, а Боярич, словно не замечая страшного ранения, спихнул его с себя и попытался подняться, опираясь на локти. «О-о-о!» – неожиданно закричал один из нападавших и ударил парня ногой в голову. Затем схватил своего потерявшего сознания товарища подмышки и довольно легко приподнял. К этому времени оставшиеся двое подельников сбросили оцепенение и подхватили бессознательное тело подельника за ноги. Спустя минуту в придорожных кустах осталось лишь бесчувственное тело Маркуса и нож, все так же торчавший у него из живота.